Значит, здравствуйте, уважаемые родители. Мы продолжаем разговор о проблемах пищеварительного тракта. И довольно часто меня спрашивают о ситуации, связанной с непереносимостью молочного сахара, содержащегося в молочных продуктах, а именно о непереносимости лактозы. Почему она возникает, что с этим делать, нужно ли от этого избавиться. И вот кратенько мы с вами сегодня коснемся этой темы, потому что она волнует довольно многих родителей, судя по вашим вопросам. Итак, так называемая лактозная недостаточность или проблема, связанная с непереносимостью белка. Лактозная недостаточность – это состояние дефицита определенного фермента, который называется лактаза. Этот фермент расщепляет молочный сахар. Лактоза – это молочный сахар, а лактаза – это фермент его расщепляющий. Значит, лактоза расщепляется до глюкозы в тонком кишечнике. При этом, если происходит нарушение этого процесса, то со стороны желудочно-кишечного тракта возникают определенные проблемы. Причем эти проблемы не только проблемы пищеварительного тракта, но и проблемы всего организма. Прежде всего, это центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, при этом страдает. Собственно говоря, мы можем сказать, что лактазная недостаточность – это одна из форм пищевой непереносимости. Причем встречается она довольно часто. Практически до 65% населения земного шара страдает вот этой вот непереносимостью. Лактазная недостаточность может проявляться у младенцев уже с первых дней жизни. Как она проявляется, возникает срыгивание, боли в животе, то есть ребенок беспокойный очень, понос, повышением газообразования в кишечнике, колики, все это сопровождается плачем и так далее. Но лактазная недостаточность может проявляться и у людей в гораздо более старшем возрасте, у подростков или у взрослых впервые, да, то есть раньше не было и вдруг появилось. И что же, как это выглядит, это тошнота, рвота, нарушение сна может возникнуть в течение, возникают какие-то проблемы пищеварительного тракта, сбои, то поносы, то запоры, какая-то неустойчивая проблема стороны желудочно-кишечного тракта. И связана она с четко, с приемом молока или молочных продуктов. В течение двух часов после приема молока возникают вот такие нарушения. Непереносимость молока, непереносимость лактозы может быть врожденной, то есть ребенок с этим уже рождается, или приобретенная. Врожденная непереносимость, на самом деле, это ситуация крайне редкая. То есть ребенок рождается обычно, как правило, с нормальным содержанием ферментов, в том числе и лактоза. Вот. А врожденная, она связана с полным отсутствием этого фермента, то есть его просто нету. Поэтому это состояние всегда гораздо тяжелее. Еще несколько десятков лет тому назад дети с врожденным отсутствием фермента, расщепляющего молочный сахар, они умирали очень быстро. Сегодня эта проблема лечится, есть заменители, есть ранняя диагностика. Медицина при всех ее проблемах не стоит на месте, но на самом деле это очень тяжелое заболевание. Приобретенная лактазная недостаточность – это не отсутствие фермента, а его недостаточность. То есть его просто мало. Или он по своей активности низкоактивный, она снижена. У новорожденных детей это тоже проявляется достаточно тяжело, но если об этом знать, если об этом думать и выявлять рано, то с этим можно легко справиться. Это причиной возникновения приобретенной лактозной недостаточности, то есть недостаточности, которая проявляется в более взрослом возрасте, чаще всего являются как причиной. Это паразитарные заболевания глисты, например, очень часто. Это возникновение довольно долгое время язвенного колита. Это болезнь крона и другие хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, а также последствия длительного лечения антибиотиками и последствия химиотерапии при определенных заболеваниях и так далее. То есть причин возникновения лактозной недостаточности может быть достаточно много. Избавиться от лактозной недостаточности, ну, кроме той, которая проявляется позже, является как бы ответной реакцией на какую-то причину. И когда мы убираем эту причину, ну, например, введение антибиотиков, нам прекращается введение антибиотиков и постепенно организм восстанавливается. В любых других случаях избавиться от лактозной недостаточности невозможно. И мы только можем у таких людей осуществлять, первое, это диета, то есть исключение из рациона питания всех продуктов, содержащих молоко и содержащих лактозу, как таковую. Вот. Для этого производятся безлактозные продукты, безлактозное молоко, безлактозные молочные продукты и так далее. И второй подход, это, как бы, заместительная терапия, приём препаратов, содержащих ферменты, расщепляющие молоко, молочный сахар. Вот. Но это нужно понимать, что это нужно использовать всю жизнь. И вот, как бы, по этому пути идут далеко не все. Идут редко, гораздо проще это воспринимать диету. Поэтому будьте внимательны к своему ребёнку. И если есть ситуация, связанная с нарушением расщепления лактозы, пожалуйста, очень строго соблюдайте диету. Ни в коем случае не нарушайте, потому что последствия могут быть очень тяжёлые. И, как я уже сказал, при этом страдает не только желудочно-кишечный тракт, но и нервная система. И к нам периодически обращаются родители детей, у которых есть проблемы, связанные с нервной системой, с поведенческими факторами и так далее. И проблема решается иногда очень просто, а именно только установлением диеты. То есть, как только убираются молочные продукты, ребёнок оживает и становится абсолютно нормальным, адекватным и так далее. Поэтому обратите на это внимание, будьте осторожны в этом плане, и не забывайте, что есть такая проблема, как непереносимость лактозы. Ну и, соответственно, вот, в принципе, это вот то, что я хотел сказать. Опять же, если возникнут вопросы, мы готовы на них ответить. Ну, сейчас, прежде чем мы расскажем ещё об одном, даже не об одном, вернее, об одной теме, которой спрашивают родители, вот, она не займёт много времени, поэтому мы ненадолго ещё раз вернёмся в нашу студию. Вот, а пока мы сделаем небольшой рекламный перерыв. Вот, и до новых встреч. Желаю вам успехов в вашей жизни.